Дональд Трамп Дональд Трамп В своей прощальной речи Дональд Трамп похвалил себя за то, что был первым американским президентом за десятилетия, не начавшим ни одной новой войны. Я особенно горжусь тем, что я первый президент за десятилетия, которые не начал новых войн. Прежде всего мы подтвердили священную идею о том, что в Америке правительство отвечает перед людьми. Наш путеводный свет, наша полярная звезда, наша убежденность заключается в том, что мы здесь, чтобы служить благородным обычаям граждан Америки. Мы не привержены особым интересам корпорациям или глобальным организациям. Это для наших детей, для наших граждан, для самой нашей страны. Также, подводя итоги своего правления, Трамп рассказал об успехах во внешней политике. Мы оживили наш союз и сплотили народ мира, чтобы противостоять Китаю, как никогда раньше. Мы уничтожили халифат ИГИЛ и положили конец несчастной жизни его основателя и лидера Аль-Багдаде. Мы выступили против деспотичного иранского режима и убили главного террориста мира, иранского палача Сулеймани. Мы признали Иерусалим столицей Израиля и признали суверенитет Израиля над голландскими высотами. В результате нашей смелой дипломатии и принципиального реализма мы достигли ряда исторических мирных соглашений на Ближнем Востоке. Никто не верил, что это может случиться. Соглашения Авраама открыли двери в будущее мира и гармонии, а не насилие и кровопролитие. Это рассвет нового Ближнего Востока, и мы возвращаем наших солдат домой. Дональд Трамп осудил захват Капитолия, а также высказался о свободе слова, имея в виду блокировку Трампа и его сторонников в социальных сетях и на телевидении. Мы поистине великолепная нация. Все американцы пришли в ужас от штурма нашего Капитолия. Политическое насилие – это нападение на всех, на все, чем мы, американцы, дорожим. Это нельзя терпеть. Сейчас более чем когда-либо мы должны объединиться вокруг наших общих ценностей, подняться над партизанской злобой и выковать нашу общую судьбу. В основе этого наследия также лежит твердая вера в свободу слова, свободу слова и открытые дискуссии. Только если мы забудем, кто мы и как сюда попали, мы сможем когда-либо допустить политическую цензуру и занесение в черный список в Америке. Это даже немыслимо. Прекращение свободных и открытых дебатов нарушает наши основные ценности и самые давние традиции. По словам Трампа, главной его целью на посту президента было благополучие собственной нации и поднятие экономики собственной страны. А чтобы достичь этого, Трампа приходилось идти на радикальные меры и совершать трудный выбор. Мы восстановили американскую мощь дома и американское лидерство за рубежом. Мир снова нас уважает. Пожалуйста, не теряйте это уважение. Мы вернули себе суверенитет, отстаивая интересы Америки в организации объединенных наций и отказались от односторонних глобальных сделок, которые никогда не служили нашим интересам. И страны НАТО сейчас платят на сотни миллиардов долларов больше, чем когда я прибыл всего несколько лет назад. Это было очень несправедливо. Мы платили за мир. Теперь мир нам помогает. И что, пожалуй, самое важное, мы почти на 3 триллиона долларов полностью перестроили американскую армию. И все это сделано в США. Мы запустили новый вид вооруженных сил США за 75 лет. Космические войска. И прошлой весной я стоял в космическом центре Кеннеди во Флориде и наблюдал, как американские астронавты впервые за много-много лет вернулись в космос на американских ракетах. Также Дональд Трамп рассказал об успехах и во внутренней политике страны, об успехах в экономике и благополучии нации. Весь мир пострадал, но Америка превзошла другие страны в экономическом отношении. Из-за нашей невероятной экономики и экономики, которую мы построили без фундамента и опоры, этого бы не случилось. У нас не было бы лучшего номера, который у нас когда-либо был. Мы также открыли доступ к нашим экономическим ресурсам и на сегодняшний день стали крупнейшим производителем нефти и природного газа в мире. Благодаря этой политике мы построили величайшую экономику в истории мира. Мы возобновили создание рабочих мест в Америке и достигли рекордно низкого уровня безработицы для афроамериканцев, латиноамериканцев, американцев азиатского происхождения, женщин почти для всех. Доходы росли, зарплаты росли, американская мечта была восстановлена и миллионы людей были избавлены от бедности всего за несколько коротких лет. Это было чудо. Фондовый рынок установил один рекорд за другим. Зафиксировано 148 максимумов на фондовом рынке за этот короткий период времени и увеличил выход на пенсию и пенсии трудолюбивых граждан по всей стране. 401 находился на уровне, на котором они никогда не были раньше. Мы никогда не видели таких цифр, как раньше, и это было до пандемии и после пандемии. Мы перестроили американскую производительную базу, открыли тысячи новых фабрик и вернули красивую фразу «Сделано в США». Чтобы улучшить жизнь рабочих семей, мы вдвое увеличили размер налоговых скидок на детей и подписали крупнейшее в истории расширение финансирования ухода за детьми и их развитие. Мы объединили в частный сектор, чтобы взять на себя обязательство обучить более 16 миллионов американских рабочих профессии завтрашнего дня. В своей прощальной речи Трамп рассказал о тех невообразимых трудностях и вызовах, с которыми ему пришлось столкнуться, чтобы обеспечить благополучие США. Как президент, моим главным приоритетом и моей постоянной заботой всегда были интересы американских рабочих и американских семей. Я не искал самого легкого пути, безусловно, это было на самом деле самым трудным путем. Я не искал пути, которые вызвал бы наименьшую критику. Я принимал тяжелые бои, самые тяжелые бои, самые трудные выборы, потому что на это меня и избирали. Наши потребности были моими первыми и последними изменениями внимания. Я надеюсь, что это станет нашим величайшим наследием. Вместе мы вернем американскому народу ответственность за нашу страну. Мы восстановили самоуправление, мы восстановили идею о том, что в Америке никто не забыт, потому что каждый имеет значение и у каждого есть право голоса. Мы боролись за принцип, согласно которому каждый гражданин имеет право на равное достоинство, равное образование и равные права, потому что все мы равны Богом. Каждый имеет право на уважительное отношение, на то, чтобы его голос был услышан и чтобы его правительство было услышано. Вы верны своей стране, и моя администрация всегда была верна вам. Мы работали над созданием страны, в которой каждый гражданин мог найти отличную работу и содержать свои прекрасные семьи. Мы боролись за сообщества, в которых каждый американец может быть в безопасности, и школы, в которых может учиться каждый ребенок. Мы продвигали культуру, в которой наши законы соблюдались бы, наших героев честовали, нашу историю сохраняли, а законопослушные граждане никогда не воспринимались бы как должные. Американцы должны получить огромное удовольствие от всего, чего мы достигли вместе. Это невероятно. В последний день своего президентства Дональд Трамп завершил свою речь трогательными словами о любви к свободе американского народа. Свободе, которая его и объединяет. И на прощание пожелал, чтобы Бог благословил США. В течение последних 250 лет, преодолевая все трудности, американцы всегда проявляли непревзойденное мужество, уверенность и яростную независимость. Эти чудесные черты, которые когда-либо побудили миллионы обычных граждан, отправятся через дикие континенты и начать новую жизнь на Великом Западе. Та же самая глубокая любовь к данным нам Богом свободе вела наших солдат в бой, а наших космонавтов в космос. Вспоминая последние 4 года, я вспоминаю один образ над всеми остальными. Когда я проезжал весь маршрут кортежа, там были тысячи и тысячи человек. Они вышли со своими семьями, чтобы они могли стоять, когда мы проезжали, и гордо махать нашим великим американским флагом. Это всегда глубоко меня трогало. Я знал, что они не просто вышли, чтобы показать свою поддержку меня, они вышли, чтобы показать мне свою поддержку и любовь к нашей стране. Это республика гордых граждан, которые объединяют нашу общую убежденность в том, что Америка величайшая нация за всю историю. Мы есть и всегда должны быть страной надежды, света и славы для всего мира. Это драгоценное наследие, которое мы должны беречь на каждом шагу. Я ухожу из этого величественного места с преданным и радостным сердцем, оптимистичным настроением и высочайшей уверенностью в том, что для нашей страны и для наших детей лучшие еще впереди. Спасибо и прощай. Будьте здоровы. Да благословит Бог Соединенные Штаты Америки.